Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». В России набирают популярность микрофинансовые организации. Рост выданных ими займов только в 2013 году составил 40%. Таким образом, они опередили банковскую розницу и кредиты малому и среднему бизнесу. Елена Саган о преимуществах микрозаймов. За последние годы россияне стали проще относиться к займам. Привычными стали ипотека, автокредиты. Их банки с легкостью выдают, так как они материально обеспечены, а кредитная история клиента тщательно проверяется. Но бывают ситуации, когда до зарплаты далеко, получение кредита занимает массу времени, а деньги нужны сейчас. Как часто вам в жизни приходится занимать деньги? Очень часто сейчас, тем более. А чаще всего у кого занимаете? Кредиты, может быть, берете? У родственников? Раз в три месяца точно. Суммы большие? Ну, до 10 тысяч. А чаще всего у кого занимаете? У родственников, конечно. Ну, последний раз я кредит брал. У родственников? У родителей? Максимум на неделю? Долг, ну, максимум 10 тысяч, это самое большое. Обычно у кого берете? У своих лучших друзей. Вот и получается, что выручить до получки могут родственники или друзья. А что, если зарплату задержали и им? Можно, конечно, потуже затянуть пояс, но если деньги нужны, например, на лекарства, нужно искать другие способы. Взять кредит в банке? Но для этого понадобится определенный перечень документов и время. Да и выдача небольших сумм вряд ли заинтересует банк. Кроме того, если испорчена кредитная история, вам откажут. Для чистоты эксперимента попробуем еще один способ быстрого получения денег. В последнее время как грибы стали расти пункты выдачи микрозаймов. Это связано с принятием нового закона, который помог взять под жесткий контроль микрофинансовые организации. Центральный банк ужесточил требования по условиям выдачи займов. Они стали более прозрачны для клиентов. Также Центральный банк ограничил проценты по таким кредитам. Таким образом, из этого бизнеса постепенно ушли нечистые на руку дельцы, а взамен них пришел цивилизованный бизнес. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела получить займ в размере 10 тысяч. Что для этого необходимо? Нужен ваш паспорт и необходимо будет заполнить вам эту ангелку. Срок рассмотрения заявки в пределах 15-20 минут. Условия договора очень простые и понятные любому человеку. Нужен только паспорт и гражданство Российской Федерации. Елена, ваш займ одобрен. Получите ваши деньги. Спасибо, что воспользуетесь нашей услугой. Спасибо вам. Вывод такой. Если нужна большая сумма и на длительный срок, микрозаймы не для вас. Лучше воспользоваться услугами банка. Если же деньги необходимы прямо сейчас, а сумма невелика, будет удобно воспользоваться услугами микрофинансовой компании. Елена Саган, Вячеслав Ширкунов, Сергей Коликов, Фарид Исмаилов. Сургут. Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.